Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Как обычно, сверяем часы. 13.07 в нашем городе. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня день летнего солнцестояния, так называемый. Самый длинный световой день в году. И, в общем-то, вполне себе светлый человек в гостях особого мнения. Виталий Брам. Виталий, здравствуй. Добрый день. Вот мне очень нравится на протяжении многих лет терминология писателя Сергея Лукьяненко. Я имею в виду ночной дневной дозор. Есть светлые и иные, есть тёмные и иные. Ты к каким себя причисляешь? Ну, хотелось бы верить, что к светлым. Посмотрим. Почему-то именно этот вопрос. Хотелось бы верить, что к светлым. Да, просто мы сейчас до начала программы начали говорить о Великорецком крестном ходе, а ты, как известно, принимал участие в прошедшем, да, уже не в первый раз. Как ощущения? До конца прошёл и туда и обратно? До конца, да. До Великорецкого. Полный путь, и он продолжается. По ощущениям он продолжается весь год. Такое мероприятие, которое весь год сохраняется у тебя в памяти, в голове. И какие-то там светлые мысли, которые приходят во время пути, они продолжают прогрессировать. А как ты относишься к тому, что многие участники Великорецкого крестного хода, и ты, кстати, не исключение, активно в соцсетях потом записи, фотографии размещают. У меня такое ощущение, что для многих это становится какой-то самоцелью. Вот пойти в Великорецкий крестный ход, потом отчитаться массой фотографий. Вот смотрите, я тут себя причисляю к верующим. Там глубоко пошел в ход, чтобы искупить, что-то загладить, чтобы познать себя и так далее. Вот такая активность. Ну, слушайте, там идет огромное количество человек. Хотя я, с другой стороны, понимаю, что почему бы нет в век современных технологий, почему бы этим не заниматься. Но вот мне кажется, что во многих случаях уж слишком как-то упорно это делается. Вот я выложил красивые пейзажи, которые там постоянно встречаются перед глазами. Ничего более не выкладывал. Идет в крестный ходу порядка 15 тысяч человек. Там 10-15 тогда ушло. По ощущениям. И абсолютно разные люди. Ну, категории людей абсолютно разные. От фанатично верующих до абсолютно объективно адекватных, до верующих нормально, то есть вполне. До туристов и так далее. То есть, безусловно, разные люди идут, разные взгляды, разные цели перед собой ставят, разные мысли к ним приходят. И кто там, чем там делится в соцсетях, в принципе, абсолютно не важно. Ну, лично там для меня. Да хоть там голые будут, я бы не говорю. Ну, какая разница на самом деле. Что для тебя самое сложное во время этого шествия Великорецкого крестного хода, я имею в виду, что тебя останавливает от принятия решения остановиться, свернуть, уйти, вернуться? Слушай, ну, во-первых, сам путь, ну, как бы, вот, если он идет, там, 6 дней, там, 3 туда, 3 дня туда, 2 дня обратно, 1 день в Великорецком, ну, нужно до конца заканчивать. То есть, ну, нужно вообще там стараться какие-то там дела заканчивать до какого-то логического конца, до какого-то там завершения, до какого-то перехода, может, иного состояния. Так и в этом случае это первое. Второе, ну, сам по себе ход, у тебя идут прекрасные ощущения, прекрасные люди вокруг в огромной количестве, что вот это не может не радовать, это само по себе является, наверное, чудом, там, лично для меня самым основным. Огромное количество нормальных, добрых людей собираются вместе, поддерживают друг друга, общаются, молятся, идут, самое главное, идут. Да, заражены в хорошем смысле этого слова, одной и той же целью. Было идти сложно, ну, вот, за 7 лет, что я хожу, это был самый, с физической стороны, сложный, но с морально-духовной очень просто шлось. Все понятно, ты идешь, грязь метишь, тебе все понятно. Здесь в городе немножко не так, ничего не понятно. О городских делах мы сегодня тоже поговорим. С таких пристрельных вопросов начинаю. Виталий, я напомню, мы представляем обычно общественным деятелям. Кстати, недавно Кировстад отчитался о том, что население областного центра у нас выросло за первые месяцы 2018 года, сейчас по официальным подсчетам 540 тысяч человек примерно у нас проживают. Я к чему? Я по поводу общественных деятелей. Население растет, а общественных деятелей... Они выезжают. ...активно высказывающихся и таких, которые находятся в хороших, дружеских отношениях со смешниками, их можно по-прежнему по пальцам руки пересчитать. Или по пальцам, не знаю, двух рук. Ну, можно, в общем, да? Двух рук и двух ног, наверное. Скажи на твой взгляд, с чем это связано? Почему у нас, по моему оценочному суждению, количество таких активно высказывающихся по разным вопросам не увеличивается? Или, может, медленно увеличивается? И мы особо их не знаем, не видим, не слышим. Ну, потому что, наверное, стоит все-таки заметить, что, чтобы более активно участвовать в жизни города, ну, значит, там, собственно, и высказываться в том числе по какие-то темы, проблемы, предложениям, ну, нужно как-то более широко мыслить. С кругозором каким-то обладать? С кругозором. Более широким позваниями, опытом. С таким сбытием, что ли, со смысловым значением, то есть, ну, там, ради чего вообще мы здесь живем? В социуме, в принципе, в городе, все вместе, да, то есть, ну, если мы живем, то мы должны на какие-то проблемы естественного внимания обращать, на какие-то там предложения высказывать и пытаться их реализовать, чтобы стало лучше не только себе, но и всем остальным вокруг. Вот здесь важно. К сожалению, у нас на уровне вот этого понимания того, что окружающий мир не заканчивается за своей дверью в своей квартире, очень малое количество человек так мыслит. Ну, то есть, у всех, к сожалению, такое более корыстное, что ли, отношение, ну, в каком-то таком плане, не то, что это плохо или хорошо, да, ну, то есть, это вот так вот. Ну, как-то, наверное, вот так вот. Плюс общая ситуация, которая там складывается, все же мы понимаем, что большая часть активных людей, они уезжают, потому что они здесь не могут реализоваться, им здесь некомфортно становится, потому что у нас постоянная грязь, там, отсутствие дорог, тротуаров, там, инфраструктуры какой-то, да, а они уезжают там в те места, где им, наверное, как они думают, будет лучше. Лучше в первую очередь в каком смысле? Комфортнее. Комфортнее. Ну, что такое комфорт? Отсутствие грязи на дорогах, разбитой, брусчаткой, асфальт. Ну, смотрите, когда выходишь на улицу, когда выходишь на улицу и не можешь обойти банальный, например, какую-то лужу, потому что тебе придется выходить на дорогу, где тоже лужи тебя обязательно обрызгают водой и грязью, то, безусловно, тебе становится очень некомфортно. И не по себе того, что здесь просто в такой ситуации находишься, ты вроде ничего плохого не сделал, а тебе вот такие испытания. Почему? Приезжаешь в Москву, там вроде все хорошо, ну, по крайней мере, в центре Москвы, там внутри Садового кольца. Ну, вот люди стараются, наверное, уехать там, где им будет более комфортно, где они смогут себя реализовать, в том числе, потому что здесь надо делать, наверное, в чем-то сложнее, но в чем-то и проще. Здесь такое двоякое, на мой взгляд, впечатление, мнение можно высказать. Ну, как-то вот так. Ну, мне хотелось бы, чтобы ты еще... Происходишь там событие, которое, ну, здесь мало что происходит. Короче, хорошего малыша. Прокомментируй, пожалуйста, мои соображения по этому поводу. Да, если хочешь, поделюсь своим. А потом у меня тоже периодически возникают какие-то озарения, что вот, это же можно вполне себе реализовать. Главное, единомышленников найти, вот как-то собраться всем вместе, а потом я начинаю общаться, не знаю, с теми же соседями, с какими-то знакомыми, да, никому ничего не надо. Каждый живет в рамках вот своей квартиры, вышел за порог, и все, трава не растет. Тут встретился недавно со знакомым, он меня спрашивает, ну, как там у вас на радио, вот знаю, что ходят к вам чиновники, депутаты, что хоть говорят-то, слушай, я говорю, что я тебе буду пересказывать? Ты зайди на наш сайт, эхакирова.ру, ты послушай, и сам он, знаешь, что мне говорит? Мне неинтересно. Вот, неинтересно, и все. А что интересно? Он доволен своей, видимо, работой, рамками своей семьи, детьми и так далее. Но я не спросил, что интересно. Ну, вот это как раз-таки кругозор, который у человека в голове, то есть это и есть сна, проблема. И вообще проблема нашей страны, в первую очередь, заключается именно в этом, потому что окружающий мир заканчивается, когда заклопывается дверь в квартире. Все, я ни при чем. Да, там ничего не существует, там черная дыра все поглотила просто и все. С утра, когда он выйдет, пойдет на работу, поедет или куда-либо еще, этот мир немножко приоткроется, и он не такой хороший, как хотелось бы. И это будет человеку еще более сильно угнетать, и, соответственно, он еще более дальше закроется в своей квартире. В этом вся проблема страны. То есть не в Путине, не в чиновниках, не в воровстве и коррупции. Это следствие. То есть если люди будут более активно участвовать в жизни окружающей их мира, окружающей мира их, то это все изменится. Все следствия довольно быстро, ну, относительно быстро скоренятся. Будем надеяться. Прибраться во дворе, заставить тех, кто там должен прибраться, либо прибраться саму, ну, условно, в широком смысле этого слова, во дворе, в доме, то есть окружающий мир хотя бы расширить на вот эту зону, уже станет лучше во всей стране, не только в городе. Я хочу анонсировать несколько тем, которые мы вместе с Виталием сегодня затронем. Это, безусловно, жизнь города, основные проблемы, работа городадминистрации, тарифы. Тарифы, вот о грустном тоже поговорим буквально через минутку. Тариф на коммунальные услуги. Виталий Брам, общественный деятель, не переключайтесь. Продолжаем наше общение. Виталий Брам, общественный деятель. Невеселую тему сейчас затронем. В этом году ведь еще не поднимались, да, у нас тарифы-то на коммунальные услуги. О том, что они вырастут с 1 июля 2018-го, было объявлено еще в конце прошлого года. Да, выборы прошли. Да, ну вот как раз материалы с конца прошлого года я читаю. С 1 июля все муниципальные образования Кировской области, за исключением областного центра, здесь предельный максимальный индекс изменения платы коммунальной должен составить 4%. Что касается областного центра, то у нас 7,39 должны вырасти эти цифры, что, в общем-то, конечно, радовать он никак не может. Вопрос, почему в областном центре 7,39, а там 4? Инфляция у нас в прошлом году, по официальным данным, выросла только на 2,5%, а в текущем году там ближе к полутора, к двум она подбирается, а тут, бац, коммуналка на 8 почти процентов. Ну, ожидаемая инфляция, по-моему, насколько я понимаю, 4,5 ожидается. В этом году, да? Да, по-моему, ну что ожидаемая аналитиками. Ну, давай начнем с пистемистичной оценки. Надо смириться, ибо все растет, все дорожает. Ты не согласен? Я не согласен, потому что никто до сих пор, вот сейчас мы пытаемся проделать эту работу, чтобы всем стало понятно вообще, из чего складываются эти цифры. У нас, собственно, рабочая группа при общественной палате, по общественной наторолю за тарифами, за всеми. Мы уже просмотрели на отопление, на мусор сейчас в работе. Сложная там тема, потому что, конечно, денег всегда будет не хватать, тем более в той ситуации, когда инфраструктура, она вся в упадке. То есть, конечно же, износ этих же тепловых сетей подбирается к 90%, это большая проблема. И всем приятно понимаем, что атрибуты сложения. Денег в стране мы понимаем, что нет. Да? Мы же видим. Но мы же не виноваты. Пятьсевым возрастом повышают, НДС повышают. Все пока это особо не замечают, потому что все радуются на чемпионате мира, как наша сборная играет. Прекрасно, молодцы, но эйфорит пройдет. Вот там тарифы в том числе. Единственная возможность взять эти деньги у населения. Видимо, там еще чуть-чуть что-то осталось. О, население? Сейчас порой есть в карманах. Я в карманах. По мнению власти и тех организаций, которые обслуживают все эти сети и все прочее, ну, конечно, все берется оттуда. И все бралось оттуда. Вопрос в том, почему за этот последний период вся инфраструктура пришла в такой упадок. Ну, вот он как-то не поднимался никогда. Сейчас, начиная подниматься, мы понимаем, что система была сложена не идеально. Ну, взять это, там это же отопление. То есть у нас с 2005 года все тепловые сети переданы в аренду Т-плюс. Их организациям, их холдингам. За это время и количество аварийных ситуаций выросло, и сети износились. Ну, это же объективный процесс. А аренда и оплата, как была, 50 миллионов в год. В 2005 году. Так она осталась, сохранилась в 2018 году. А все цены растут постоянно. Они платят эту аренду. Вот это я не знал, что сумма аренды на этаже. А вот эта проблема, да, то есть она никогда не поднималась к чему-то, да. То есть мы понимаем, что объективно растут все цены, растут их прибыли. Хотя они говорят, что работают в убыток. Мы понимаем, что компания Т-плюс, ну, она не может рвать в убыток. В принципе. На 40% там чуть ли не в шорной компании. Вообще, куда они эти деньги уходят, непонятно. Но дело-то в другом. Дело в том, что ни власть, никто. Но даже проконтролировать вот эту часть инвестиционной составляющей почему-то должным образом не может. То есть когда ответ из Министерства строительства и ЖКХ приходит, что мы не в состоянии проконтролировать исполнение инвестиционной составляющей, там по всей области у нас просто нет таких сил, ресурсов. Ну, как бы, смотришь, думаешь, а как. Деньги платятся. Они берутся из населения, они биты в тариф. Прости, это инвестиционная составляющая, это главным образом, это замена, да, этих коммуникаций? Это реконструкция, модернизация этих труб. Инвестиционная составляющая из года в год не выполнялась, то есть она не полностью исполнялась, потом перекидывалась на следующие года, менялись объекты в ней, то есть очень такая мутная схема. А что, в условиях аренды не прописано, что хорошо, вот вы арендуете, но вы при этом должны еще и определенное количество реконструировать за эти годы? Нет там такого? Они должны обслуживать, они должны реконструировать, но опять же на ту сумму, которая вложена в тариф, в которой утрежена РСТ первая. Там есть инвест-составляющая, которая бита тариф, там есть составляющая, которая именно за счет арендной платы, то есть эти 50 миллионов ежегодно, которая Т-плюс платит городу, город отдает обратно в Т-плюс, чтобы они проводили реконструкцию, модернизацию. Ну вот такая тема. Вопрос по увеличению тарифа, о чем ты сказал, у меня 7,39, для меня лично... Ну это максимум, по-моему, да? То есть на самом деле может и меньше быть? Нет, меньше, меньше. Или именно 7,5 и ждать, что будет меньше, точно не стоит, к сожалению. Но вопрос в другом. У нас есть предельное нормативное увеличение, которое установлено правительством РФ. По области, по Кировской, это 5,5. Здесь получается, за счет того, что в областном центре 7,39, в области 4, мы вписываемся... Среднее сохраняется при этом, да. Но в то же время никто из официальных лиц ни при утверждении даже, ни при обсуждениях, многочисленных уже прошедших, не удосужился понятно, четко и ясно объяснить, почему в Кирове 7,39. То есть были там доводы, что... Потому что в области 4, вот у нас 7,39. Но как бы это не ответ на вопрос... Почему 7,39? Это ответ на вопрос, для чего вписаться в 5,5. Это там другой вопрос, да. Да, там были вбиты в этом году сферно-нормативные потери в тариф. За счет этого и было увеличение. То есть идет. Ну, слушайте, ребят, мы подходим к концессии, мы постоянно говорим, правительство РФ, региональное правительство, администрация города, энергетики, что единственный век этой ситуации это подписание концессионного соглашения на долгосрочный период. Будет возможность вкладывать большие средства. То есть и сейчас вкладывается там, если мне память не изменяет, ну, порядка там 250, там 300 миллионов суммарно. В год? Да, в год. Нужно порядка там 900 миллионов в год и там ежегодно вкладывать. А это какой процент от суммы, получаемой в виде платежей, тарифа? Или сейчас сложно вспомнить? Сейчас сложно вспомнить, но каждое увеличение на 100 миллионов это порядка 3, по-моему, процентов увеличения. А, то есть не так уж и... Ну, увеличение довольно существенное. То есть мы же понимаем, что суммарно, если говорить про тепловую энергию, то это порядка 60, ну, 50-60 процентов от суммы там, платежа коммунального в принципе. Они как раз идут на эти услуги. То есть это довольно массивная строка в этой платежке. И любое увеличение на 7 процентов, на 7,39 существенно будет бить по карману. Особенно незащищенное население пенсионеры, молодые семьи. Ну, вообще все, в принципе, у нас все население в стране незащищенное, кроме очень-очень узкой прослойки людей, которая очень сильно защищена от всех преград и и все остальное. Ну, ты сейчас говоришь про общероссийский уровень, не только там. Да, ну, он же сохраняется. Он же сохраняется. Мы же никакие там не аутсайдеры, не впереди, мы в среднестатистический уровень в стране одинаковый. То есть мы не защищены абсолютно. При этом с нас постоянно будут сейчас сдирать все больше и больше. Это пойдет по экспоненте, потому что в стране будет денег меньше, ситуация экономическая будет ухожататься с каждым годом. Как бы нам ни говорили, мы видим там шаги, которые делаются, безусловно, это не хорошие жизни. И тарифы будут расти. Именно поэтому был вопрос, почему бы нам не дождаться момента концессии, допустим, и уже к этому моменту мы объективно повысим на необходимый процент. То есть как ожидается на концессии с января. Это напомним с января 2019 года. Если все получится хорошо, то есть там уже 2-3 года идут какие-то обсуждения. Вопрос этот кем кому задавался? Вопрос всем задавался. Всем задавался. Всем уровня власти. Всем уровня власти. Задействован в этой сфере. И энергетика, и всем прочим. Долгое обсуждение и условия, и все прочее. Мы понимаем, что когда будет концессия, будет еще больше увеличения, причем, скорее всего, всех нормативное увеличение. Деньги-то будут браться откуда эти на выполнение условий концессии по модернизации. Будут деньги браться с людей в любом случае. Не-не-не, ну с 1 января в платы. Будет увеличение еще. Будет еще. Будет еще увеличение. Так что нет такого норматива, что нельзя повышать чаще, чем один раз в год или в какой-то другой период. С 1 июля 2016, ну с 1 июля 2019, то есть вопросы мы обсуждаемы. То есть, ну хорошо, не с 1 января, но с 1 июля. Какая разница? То есть спустя год. Спустя год. Будет еще увеличение. Причем, вот какое оно будет, большой вопрос, никто на него ответить толком не может. Хотя обсуждается концессия уже очень долго. Три года обсуждается. А вам больше даже. Даже больше. Ну, активная фаза последняя, когда уже и власть вроде там сменилась, уже как-то все пошло, должна потом пойти и к чему-то прийти. Никто там до сих пор официально, даже в неформальной общине не может сказать конкретно прогнозируемое увеличение там роста тарифов при подписании концессии и всем прочим. И как это будет влиять на вообще состояние сетей. То есть, какие они будут в каком состоянии. Ну, очень все размыто пока что. Хотя я уверен, что все проекты они давно уже есть. И я думаю, что различные прогнозируемые там ситуации, которые будут впоследствии разные вариации. Они, я думаю, уже выиграны, обсчитаны. Поэтому вопрос есть. Сейчас уже нет никаких возможностей, да, прости. Нет сейчас уже никаких возможностей как-то приостановить этот процесс. Я имею в виду повышение платы именно на столько, не меньше. Я уже говорил о том, что в сравнении с инфляцией это очень даже... Это очень даже ничего. Это очень даже существенное повышение. То есть в любом случае мы будем больше платить. Да. Если мы возьмем все остальные там тарифы, которые нас окружают, будь то там на холодную воду, на высокомусор, утилизацию его, на капремонт и все прочие сборы, они же там все вырастут. И там суммарно это все будет. Там приведет не к тому, что какие-то там условные 7% или 4%, это к 12-15% или к 20%. А зарплата, мы понимаем, что там не урасти не будет. Здесь вопрос в другом. И все же там правительство встало на путь увеличения всех сборов и поборов. Ну хорошо, вы тогда увеличиваете минимальную зарплату мороз и все прочее. Пусть она тоже растет. Пусть доходы до сения растут. Но она подросла недавно. Ну не столь существенно, к сожалению. Просто я часто очень задаюсь этим вопросом. Не догоняет. Я задаюсь этим вопросом власти. У них продумана некая концепция. Повысят здесь. Надо же сбалансировать где-то в другом месте, чтобы люди больше получали. И так далее, и так далее. Или как-то вот это все не слишком осознанно происходит, не слишком сознательно. В общем, к чему готовится? В общем, действие происходит ситуативно. Ситуативно. Нужно готовиться к тому, чтобы вам платить больше. И все. Процент на 15. Как с этим бороться? Ну, в данной ситуации я не знаю. Потому что у нас нет ни представителей власти в виде там работающих дум различного рода. Вот таких представительных органов их нет. Я вчера был на Гражданской Думе, это какой-то кошмар. Сидит на 36 человек, было задано 2-3 вопроса, на которые неполученные ответы объективно. И знаете, все успокоились. От депутатов. Предложение. От депутатов. В процессе обсуждения. На кой черт все надо? Давайте их всех распустим. Депутатов. Всех хоромимся. У нас есть правительство. Давайте пойдем в очередь. Есть Путин царь, есть его назначенцы, у них есть ответственность. Сейчас какая-то там коллективная безответственность получается. Нужен конкретно ответственный человек. Тогда уже. Тогда страну придется переименовывать. Это будет уже не федерация, не республика. Сейчас памятник поставим Николаю второму и вернемся в монархию. Если конкретно про эту ситуацию, про мы начали с отопления, с тепловой энергии. Смотрите, я уже говорил про арендную плату в районе 50 миллионов. Давайте увеличим. Это позволяет и условия договора, и условия гражданских кодекса и все прочее. Правые отношения это позволяют сделать. За счет этого мы увеличим те средства, которые будут вложены в модернизацию. Ты сказал, что они берутся и обратно возвращаются. Ну да. Давайте их увеличим. Хотя бы на этот момент. Почему бы и нет? Кто пойдет против? Там люди на этом зарабатывают. Понятно, что они будут стараться максимально лоббировать, свои интересы, продвигать их, продавливать и все прочее. Это очень большая федеральная структура. Это плюсы, я говорю. Это монополия, которая, безусловно, все монополия ведут к этому. То, что будет ухудшаться инфраструктура, затем, когда она будет на пике своей издушенности, будет значительное увеличение платы граждан. И опять будет все повторяться. Когда это будет закончено и будет ли там закончено, когда мы увидим нормальную инфраструктуру, я не знаю. Потому что все, что сейчас делается, это такие затычки. Будь то дороги, будь то все остальное. Ну, если успеем про дороги, тоже поговорим. Виталий Брама, общественный деятель. Подошло время небольшой рекламы. Сейчас пауза полутораминутной и продолжим. Особое мнение на 101FM Виталий Брама, это его общественное мнение, общественное, особое мнение. Ну и общественное, как общественного деятеля. Мы продолжаем говорить о том, что нас ждет в 1 июля этого года, увеличение тарифов. Вот сейчас на мусоре решили остановиться. Ну и в заключении про... За ТБО мы тоже будем платить Польшу. Да. Ну, хотелось бы там в заключении сказать про отопление. Наверное, меня там уже Т-плюс ненавидит, потому что... Ну, ребята, давайте оценивать так, что мы подходим к концессии. Тот путь, в принципе, он неплохой сам по себе. То есть четкая, понятная ответственность. Логика есть. Логика есть. И все прочее. Но вот сейчас я не вижу смысла было бы поднимать там тариф на 7,39% с 1 июля. То есть уже скоро, да. Оставить вот такое значительное повышение до момента концессии. То есть все эти обсуждения и обоснования то, что там в области 4%, а здесь в основном центре 7,39% и как-то это типа уравновешивается. Кто мешал сделать и в Кирове 4%, и в основном там Кирсе 4%, да. А можно сделать наоборот, да. То есть там, я думаю, тоже изношенные трубы. Здесь вопрос такой. И там, безусловно, к правительству и администрации города посыл должен быть увеличение контроля, то есть которые отсутствуют, которые там чуть ли не официально, если высказаться, мысль о том, что мы не можем проконтролировать выполнение составляющей от министерства энергетики и области. Это как бы странно очень звучит. Мы были сильно удивлены этому. Поэтому нужно усиливать контроль. Знаю, что в администрации города Кирова сейчас была создана какая-то единая муниципальная служба контроля. Я думаю, что вопросом этим нужно заниматься. Служба единой муниципального контроля пока еще не ясен ее функционал, какие-то общие черты. Но вот надеюсь, что в ближайшее время выясним. Итак, твердые бытовые отходы? Твердые бытовые отходы. Погибаем. Отходим от ресурсно-оснабжающих организаций. За вывоз утилизации тоже будем платить больше. Тоже непонятно, почему увеличивается тариф. Нужно четко понимать, потому что в СМИ звучали цифры в 14 раз, в 20 раз, в 10 раз. Но нужно четко разложить. Мы сейчас на сегодняшний день платим в совокупности за утилизацию, за хранение и транспортировку 314 рублей с кубического метра мусора. Это сейчас. Это уже после увеличения, которое было в начале года за транспортировку, что не регулируется ресурс РСТ нашей Тангерской области. Мы сейчас платим по 314 рублей с куба. С 1 июля мы будем платить 556 рублей с куба в совокупности за хранение и транспортировку. Почему? Это объясняется тем, что была включена... В 1,6, в 1,7 раза? В полтора? Минимум в полтора. Да. Объясняю одно, то что включена в структуру тарифа плата за негативное воздействие на окружающую среду. Ой! Мы наконец-то додумали, что мы тем самым нарушаем. Этого не было включено почему-то, кстати, большой вопрос. Ранее в тариф, потому что по федеральному законодательству это должно было быть в тарифе. И должна эта плата была выплачиваться. Плата идет и на региональный уровень бюджета, и на муниципальный уровень бюджета, и на федеральный там очень маленькая частичка, сейчас смотрим. Именно из этого происходит увеличение с 1 июля. То есть основное. И с 1 января мы все понимаем, что переходим на новую формацию взаимодействия с твердыми коммунальными отходами. Будет новая строчка в платежке отдельно. Все будем ее платить. Я так понял, что будет и вообще отдельная платежка, а не строчка. Ну или отдельная платежка. Я очень хотел бы видеть, что мы пришли за какой-то период к единой какой-то платежке. Чтобы была одна бумажка, чтобы можно было с ней прийти или через интернет заплатить за что хочешь. Такие системы тоже есть. Или выбросить. Или выбросить и не платить. То есть можно по пути гражданского неповиновения пойти с какой-то стороны. Последствия могут о себе заявить. Система будет против. Да, то есть вот такая история. И с 1 января следующего года нас ожидает еще одно повышение. То есть еще одна ступенька этого повышения. пока что точных цифр озвучено не было. Мы слышали цифры, что увеличатся до примерно 156 рублей на человека в месяц. Эти цифры в нашей студии озвучил гендиректор Купарита Ирина Торопова. Он говорил порядка 150 рублей с жителей Кировской области. Имеется в виду и старый млад. Да. Если мы переведем именно на человека в месяц, то то, что мы платим сейчас, если брать норматив образования, мы платим по 79 рублей. С 1 июля будем платить. О чем говорил ранее. 556 рублей из Куба. Если Кубы в человеке переводить. В человеке, да. Учесть норматив образования мусора и все прочее, это будет по 79. Будет 156. В два раза. В два раза, исходя с 1 июля. Если брать то, что мы платим сегодня, то это почти в три раза увеличится. Поэтому хотелось бы чтобы было четкое понимание, что будет увеличение в три раза. Не в 14, не в 2, в три раза. Обрадовал Виталия. Ну вот. Не в 14, а в 3. Ну да. Собственно, все по мусору. По мусору все. Нас ждет это увеличение. Ушивать ничего не стоит. Это увеличение ждет. В любом случае нужно будет платить больше. Проблема также есть. И все. Как-то нужно решать. Ну в любом случае с мусором есть проблема. И свалки незаконные. И те свалки, которые сейчас уже почти заполнены. То есть, которые не введены до сих пор в эксплуатацию уже построены. То есть, какие-то там проблемы пошли. Конечно, нужно проблемы эти решать. За счет каких средств. Ну, все упирается в средства населения всегда. Вот мы живем в стране. Вот все доходы страны, которые были в десятых годах, к сожалению, на это не пошли. Все будет браться сейчас из последних денег пенсионеров, которые благополучно оплачивают те платежки. Если молодое поколение бывает, задерживает выплаты. А вот пенсионеры платят. Я не задерживаю, если за себя мы говорим. Остается у нас 5-6 минут до конца. Я хочу... Повысится капремонт немножко, в следующий год. И все будет расти. Ну, капремонт, это же утверждается постановительным правительством. Да, но оно будет увеличиваться. Ежегодно повышается на несколько десятков копеек. При этом, по-треть деньги эти почему-то не могут. Да, есть такая новость. Рост тарифов, он будет довольно существенным в общей массе плат, которым мы сейчас платим на данный момент. Я прогнозирую увеличение общее суммарное процент на 15. 12-15 точно. Это не есть хорошо. Еще одна из самых любимых, так скажем, тем Виталия Брама, деятельность управляющей компанией Ленинского района. Да, не только Ленинского. Я хочу вот поинтересоваться твоим мнением по поводу вынесенного судебного приговора. Ты как раз публиковал это у себя и на сайте, в том числе и в соцсетях и озвучивал письмо, публиковал, вернее, письмо экс-начальника отдела содержания и ремонта домов у Каленинского района. Я не буду говорить, как его зовут. Его приговорили к полутора годам лишения свободы общего режима за гибель пенсионерки. Это произошло еще 5 марта 2017 года. Вспоминайте, вспоминайте эту историю перекресток Ленина и Преображенской, когда женщина пожилая гуляла со своим внуком и чудом он остался жив. Она погибла. Просто ее погребло под этой ледяной глыбой. Мы уж тут журналисты в редакции начали беспокоиться, а чем же дело-то закончится. Потому что год прошел, больше года прошло, а вот судебного решения не было. И вот оно состоялось и в своем... Вот я хочу спросить, это реально его текст? Это он написал то, что ты опубликовал? Ну да, я так понимаю, что это его жена росла. А, жена. Скорее всего, да. Кстати, приговор еще не обжалован, да, еще? Ну, я думаю, я думаю, что скорее всего... Он еще не вступил в законную силу? Я думаю, что нет. Я думаю, что они будут обжаловать, скорее всего, ну, там, судя по тому, что они не согласны с приговором. В общем, ключевой, одно из ключевых моментов в этом письме, это то, что этот работник, будучи работником, да, Ленинского правлящего, он никаких указаний от руководства не получал. Я более чем уверен, что все указано в письме. Я думаю, что это правда. Исходя из того, что в Укалининском районе, особенно в тот период, до этого мы сейчас сохраняются, появился полный бардак. А тут, тем более, еще был дом довольно сложный, потому что дом вроде бы один такой угловой, но на самом деле... У него адреса разные, обслуживающие организации разные. Да, и две правящие компании. На одной стороне Укалининского района, на другой и компания УЖХ, ну, УК Октябрьский район, это группа компаний, да. В этом случае, исходя из того, как повелось его руководство, то есть пытались изменить там данные на сайтах, там, на ГИС ЖКХ, на реформе ЖКХ, то есть о том, что они не управляют этим домом и все прочее. Ну, и мы, там, разобравшись из открытых источников, из данных, и впоследствии там следственные органы подтвердили, что это крыша, которая управляется, ну, там дом, там часть дома, которая управляется Укалининского района, просто нашли крайнего человека. То есть, да, он занимал там должность, формально, он занимал должность, наверное, были какие-то там обязанности там должностные, наверное, да, то есть, но в данном случае даже, скорее всего, не было денег на очистку крыши. Ну, мы помним, что все крыши в тот момент начали чистить массу только после смертельного случая, как обычно у нас все происходит. Начало марта 17-го года, мы поменяем. То есть, просто деньги, на мой взгляд, разворовывались, наверное, разворовываются, продолжают на обслуживание дома, там домов, в принципе, в правильной компании у Калининского района. Просто их не хватало на обслуживание, поэтому часть крыш не чистились. Поэтому это все случилось. Нашли крайнего человека, обвинили его, там дали полтора года, по-моему, срок. Ну, вот проблема сохраняется. Я думаю, что, конечно, нужно обжаловать, насколько суд встанет на сторону обвиняемого. Сказать трудно. Не, ну суд-то уже вынесло решение. Ну, от первой инстанции, то есть, что будет дальше, если будет обжалована. Мы еще пока не знаем. То есть, мы там читали из списка, что свидетели, в том числе, те, кто управлял компанией, вышестоящие, менеджеры, эффективные, меняли свои показания в процессе, и все прочее. Ну, наводить на странные мысли, то есть, почему так происходит. Я думаю, что, безусловно, там вина полноценная на руководстве управляющей компании, на учредителях управляющей компании, на теми, кто за ними там стоял. То есть, мы много раз писали про эту управляющую компанию, какие-то там схемы осуществлялись, какие-то там выводы средств, на наш взгляд, происходили. Ну, именно в этом была проблема. Просто нашли маленького человека, на которого можно спихтнуть вину. Вот и все. Ну, сейчас, как известно, в Укалининского района новое руководство. Ну, как новое, уже несколько месяцев там, да? Ну, как новое. То есть, директор компании, это человек, который проработал в ней с 2009 года. До этого работал в структуре там Т-плюс. Зам. директора, это господин Кученев. Тоже были вопросы, почему, как бы, человек, с которого есть конфликт директора, потому что у него три своих управляющих компании, занимает пост эксплуатирование директора. То есть, ну, что может там происходить, как, ну, есть риск того, что там компания пересетет какие-то убытки в ущерб. Ну, он, там, риск потенциальный он есть. Не говорю, что он сейчас происходит, То есть, ну, там трудно там доказать, сказать, да, то есть, ну, утвердительно. Хотелось бы, чтобы это было публично, чтобы и руководство, и администрация города, ну, через там АТП, где тоже есть новое руководство, полностью сменилось, и директор компании, и новые замы, там, чуть ли не пять человек пришло, звук мне известно, чтобы были там, там, четкое понимание, как эта компания с огромными долгами, с огромной нагрузкой на себя, вообще будет там работать, насколько эффективно, и как из этого кризиса они выйдут. Хотелось бы, раз уж эта компания муниципальная, как мы все, там, все себя в прошлом в грудь били, то, что это муниципальная, мы будем тут спасать людей, помогать, чтобы они сказали, что у нас есть вот такие-то проблемы, и финансовые, и там, все другие, и вот мы видим вот такие пути решения. Да, мы будем открыты, приходите к нам, да, то есть, давайте к нам, мы будем ваше новое управлять, мы открытые, честные, позитивные, хотим всем добра. Пока что этого не происходит, прошло там полгода, не происходит ничего. Смена просто. Если говорить про, там еще там... Полминуты у нас, вернее, мы уже исчерпали запас времени, исчерпали запас, да, заканчиваем мысль. Ну, как-то вот так вот. Как-то вот так. Как-то вот так вот. Ну, что еще, если уж там полминуты, то хотелось бы пожелать просто людям добра и счастья. Давай закончим. И все будет хорошо. Давай закончим таким обращением, обращением ко всевозможным структурам. Общественность бдит. Общественность следит. И общественность не будет молчать. Не будем молчать. Будем, естественно, просматривать вглубь всех этих проблем, стараться выявить какие-то проблемы и вынести свои предложения, естественно. Надеюсь, что будем услышаны. Ну, и вообще всем счастья. Как без этого-то. Спасибо, Виталий Ибрам. Молимся за всех. Особое мнение на этом завершено. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok